День добрый! Мы делаем наш сегодняшний блог на фоне старого здания синагоги на Пасадского 208 в Саратове. И несколько слов об этом здании. Сейчас оно как бы задрапировано. В принципе, это легендарное здание было открыто в 1926 году, когда Равин Шлома Боков совершенно чудесным образом смог профинансировать покупку этого дома. Дело в том, что у него, как рассказывал Равин Шимон Левин здесь на открытии, у него получилось так. Он убежал из Беларуси во время катастрофы, оказался в Саратове, смог найти для себя квартиру. А его дом единственный в Беларуси остался целым. Он приехал в свое это место, продал там этот дом, приехал и отдал все деньги, не взял ни копейки себе, все деньги отдал на покупку в синагоге. Тут было куплено здание. И в нем с 1946 года по вот буквально до сейчас, практически неполные 70 лет, все время люди собирались на Миньян, учили Тору. Как мы уже говорили, соблюдали заповеди, окунались в Мику. И вот в этом месте мы здесь все выросли. Я сюда пришел в 1993 году. И мне было 15 лет. И вот это место стало для нас буквально родным домом. Мы сюда приходили на праздники, потом уже начали приходить каждый день на Миньяна. И вот из этого домика, который вроде бы такой небольшой, сейчас мы его обойдем, сможем его снять. Из него вышли достаточно много людей, знающих Тору, изучающих Тору. И задается вопрос, на самом деле, почему, как бы, да, что послужило, почему именно вот отсюда так, как бы, произошло такое чудо, можно сказать, да, что люди... Да в том, что этот дом был построен самопожертвенным. Человек, который его открывал, он открывал его ради имени Всевышнего, ради Всевышнего. И для себя ничего не хотел. Наверное, так сказать, вот эта вот чистота помыслов, она и стала вот этим причиной, что очень много людей именно через эту сенагогу пришли к Всевышнему. Да, еще раз это же здание только со стороны фасада, да. Вот так выглядел домик. На самом деле, здесь намного скромнее. Сейчас вот так аккуратненько, красиво покрашен к открытию. Всегда он выглядел так очень скромно. Здесь была такая небольшая, такой небольшой заборчик. Было написано 208. И сюда вот так заходили и погружались в совершенно другой мир. И вот хотелось бы сказать еще несколько слов по поводу Саратовской синагоги. Дело в том, что я об этом говорил здесь вчера на открытии, да, что есть мнение, что Третий Храм будет спущен с неба. А есть мнение, да, что Третий Храм будет спущен с неба. А Рамбан говорит, Рамбан говорит в свою очередь, что Третий Храм будет построен нами, людьми. У нас тут задается вопрос, как такое может быть, да. То есть это спор, да. Но, с другой стороны, есть Медроши Танхума, который подтверждает мнение Раши. Есть Медроши Рамба, который подтверждает мнение Рамбан. А с как бы, мы видим, что это как бы две параллельные прямые, которые, так сказать, несколько раз говорят вроде бы одно и то же и не пересекаются. Есть такое интересное мнение, что оказывается верно оба, да. Действительно, Третий Храм, он будет построен нами. Но, с другой стороны, он будет спущен с небес. Как это может быть? То, что обязаны построить мы по законам, то, что написано у царя Шломо, то, что написано у пророки Хескель, это мы построим, поскольку такой план, так сказать, строительство будет как бы разработано в томных охотах. Но то, что все те синагоги, которые написано, что они будут внесены из-за границы в Израиль, они действительно будут спущены с неба. И вот, когда я смотрю на эту синагогу, мне кажется, вот именно про нее вот этот комментарий больше всего подходит. Да, вот такие вот маленькие домики, которые своей скромностью, в принципе, как бы они совершенно ничем не выделяются. Но вот эта вот чистота этих домиков, она как раз и будет перенесена из любой заграницы, так сказать, в землю Израиля, и она станет частью храма. То есть, каким-то образом, интегральным образом, это станет частью храма. Почему? Потому что вот это вот, они были вот этими мигдашейми ад, маленькими храмами на протяжении всей еврейской истории. И вот этот дом, он действительно вот был вот такой вот коинтэссенцией, коинтэссенцией вот этой идеи о малом храме в изгнании. И на самом деле общиной принято такое решение. Оно, мне кажется, самое разумное. Дело в том, что по Алохе все, после того, как новое здание уже построено, да, оно сейчас не видно за старым, но мы попытаемся вот это снять. После того, как новое прекрасное здание уже стоит, да, в принципе, по Алохе формально, да, можно было бы уже старое здание разрушить. Все это время, пока нету другого места полиции, нужно, нельзя ломать старую синагогу. Но сейчас вроде бы можно было бы принимать старое здание. Нет, принято решение все равно оставить старое здание как памятник, как музей самоотверженности общины, как музей желания людей соблюдать даже в самые тяжелые годы. В общем, это, мне кажется, это решение, несмотря на то, что оно не аллогическое, оно чувственное. Это такие святые чувства, которые нужно за сердцем в этой ситуации идти, да, потому что невозможно разрушить, вся община решила, невозможно разрушить это здание. Ну вот, это немножко остальных синагогих. Большое спасибо.